13 сентября в городской администрации прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности под председательством главы администрации Игоря Ральникова. На заседание были приглашены руководители и представители предприятий и организаций города, специалисты администрации и члены комиссии по чрезвычайным ситуациям. Основной темой совещания комиссии была подготовка предприятий, организаций и учреждений городского округа город Буй к отопительному сезону на осенне-зимний период 2017-2018 годов. На сентябрь месяц еще на замену один участок тепловых сетей по улице 10-й годовщины. На сегодня мы уже начали прием на работу временных кочегаров на угольной котельной. Штат предприятия укомплектован обученным и аттестованным персоналом на 100%. Заключены договоры на поставку природного газа с Новотек и на поставку угля с компанией «Вятка Уголь» город Киров. Запас угля на сегодня составляет 173,5 тонны, что обеспечивает работу котельных на начало отопительного сезона до 5 декабря. Есть укомплектованность резервными источниками питания. Это переносные генераторы, бензиновый на 13,5 кВт и дизельный на 20 кВт. Оба находятся в исправном состоянии. Для устранения аварийных работ укомплектованы аварийно-восстановительные бригады, 4 слесаря, 2 электросварщика, это в отделе теплофикации. Имеется круглосуточная аварийно-диспетчерская служба, 4 диспетчера и обеспечена взаимозвязь со всеми АДС города. Это и администрация города, и управляющая компания. По отделу водоснабжения и водоотведения на сегодня практически все подготовлено к работе в зимних условиях. Также для устранения аварийных ситуаций есть аварийно-восстановительная бригада, которая полностью укомплектована, 8 человек слесарей. Отдел водопроводно-канализационного хозяйства имеет резервные источники электропитания, 2 на очистных сооружениях и 3 на водозаборных станциях. В зимнее время уборку снега на предприятии будет выполнять бульдозер на базе МТЗ. В рамках подготовки к отопительному сезону ресурсоснабжающие организации провели своевременные ремонтные работы и замену устаревшего оборудования в жилых зданиях и социально значимых объектах. Игорь Ральников отметил необходимость заранее разработать ряд мероприятий, чтобы отопительный сезон прошел без происшествий и чрезвычайных ситуаций, а если таковые произойдут, должен быть разработан план действий на случай их ликвидации. Рассматривались вопросы о комплексной подготовке, результаты объезда жилых домов, предоставление актов периодической проверки и прочистки дымовед-каналов, о порядке оформления паспортов готовности жилых объектов и объектов социальной сферы к отопительному периоду. Серьезное внимание было уделено обеспечению пожарной безопасности во время отопительного сезона, особенно в многоквартирных деревянных домах. По итогам заседания ответственным лицам был дан ряд поручений. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова